Тема сегодняшней лекции Что ввел науку и историческое понятие класса? Время французской революции А как их правильно было? Французские буржуазные историки Тьерри, Минье и Гизон Марс как раз говорил, что не я Разработал классовую борьбу Теорию классовой борьбы То, что я сделал, говорил Марс Сводится к трем словам Вся предшествующая история была История борьбы классов Что эта классовая борьба ведет И диктатура галитариата И что диктатура галитариата Составляет приход человечества Без классов А Заслугу разработки Теории классовой борьбы Марк себе не приписал Вот это и понятно То есть вообще задача классификации Науки Более простая задача, чем Те задачи, которые решал Маркс Все науки в той или иной мере Особенно науки о природе В той или иной мере Занимаются классификацией Периодическая система элементов Дерей Что же классификация Расположить элементы В определенном порядке Что является гениальным достижением Великого русского ученого химика Дерей Возьмите вы биологическую науку Нужно было Выявить классы Расплассифицировать растения На виды, под виды И вот кто Занимался ботаникой Хоть какой-то степени Порядка хобби Знает, что есть такие большие определители растений Вы ходите по лугу Нашли растения, которые вам неизвестны Вы смотрите какие у него характеристики Какие листья Какие цветки Какой стебель И по определителю вы можете наконец понять Что это за растение У меня дядя восемнадцать У меня в свое время тоже Учил И я поэтому Знаю чуть-чуть больше растений, чем некоторые другие Это интересно Дальше Классы живот Как делится Животное на классы По какому признаку По какому признаку По какому признаку Отсюда Отсюда и такое понятие Как парнокопытные животные Да? Или потому как Что они потребляют Хищные Травоядные Животные То есть Это обычное дело В науке В нашей классификации Это вообще довольно странно Что у нас Вот Макс придумал Чего-то Да это во всех науках Классификация Поэтому Нельзя сказать Что такое класс Определения класса Нет Точно так же Как нет Определения Ножниц Ц Ц Одной Есть ножницы А вот Одной ножницы Определения нет То есть Классификация идет Общество делится На какие-то классы Для чего это нужно делать? В обществе Миллионы А сейчас Миллиарды людей Для того Чтобы изучать Это общество Изучать Движение Больших Масс людей Чтобы видеть Исторические потоки Нужно Классифицировать Людей Видеть их на классы Не для того Чтобы Игнорировать Личности А для того чтобы Видеть Сходство Единство Действия Определенных Личностей В рамках Данного Честного Строя Либо Данной Исторической Ситуации И вот встает вопрос Как классифицировать Мы с вами не останавливались Подробно на том Как классифицировать В биологии Да? Как В зоологии Классифицировать Поскольку это не наш вопрос Но там есть свои принципы Которые кладутся В основу классификации А здесь Надо поставить вопрос И вот Французские Буржуазные Историки Такой вопрос Поставили Вопрос о том Как Классифицировать Людей Значит Какая тут Может быть Возможность Какая Может быть тут Дилемма Можно по идее Одни идеи В один класс Другой класс По словам То что он сказал Те кто вот это говорят Сюда Другой говорят Тут да Или По делам Ну даже и в Библии записано Что? По делам Узнайте И Подейте Поскольку Французские Буржуазные Историки Действительно Действовали в эпоху Когда Был Рассвет Материализма Подход К Делению Общества На классы По сути Был материалистический Не потому что Люди Говорят Или думают о себе Делятся люди На классы А потому Как они Действуют По действию А действия Из чего Вытекают Чем они определяются Действия Действия определяются Экономические Интересы Правильно? Не в том смысле Что обязательно Каждый человек В своих действиях Исходит Из своих Экономических Интересов Нет По отношению К отдельным лицам Это неверно Бывает так Что человек Совсем В других интересах Действует Не в тех Какие есть у него Ну и мы же говорим О больших массах людей Действия Вытекают Из того Каковы У людей Интересы То есть Можно Платифицировать Людей По общности Интересов Интересы Близкие Интересы Людей Один класс Другие Близкие Интересы Близкие Интересы Другие И так далее Но поскольку Мы с вами Добрались До специальной Темы Классы Мне придется Специально Становиться На том Что такое Экономический Интересы Интересы В связи В связи с тем Что очень широкое хождение У нас В стране Получила Получила Книга Директора Чехословатской Академии Наук Члена ЦК КПЧ Директора Института Экономики Чехословатской Академии Наук Вот ошибка Которая называется Экономика Интересы Политики Вот он Определяет Интересы Как Концентрированная Направленность Внимания На Предварении Определенных Объективно Обусловленных Потребительных Человек То есть Концентрированная Направленность Внимания То есть Определяет Субъективистки Я на вас посмотрел Значит Я Вами Заинтересовался Так Теперь Я на вас посмотрел Теперь Я вами Заинтересовался Потом Уже На вас Смотрел На Другого Человека И получается Что Вместо Объективной Основы Деление Общества На классы Получается Сведение Деление К тому Он Концентрирует Вот это Правильное Определение Или неправильное Это правильное Определение На другой Науке Это определение Психологии Это психологический Интерес Я интересуюсь Пением Чтением Рисованием То есть Если я хочу Говорить О том Чем я Интересуюсь То Именно Так Можно определить Понятие Интересов Науки Которые Называются Психологии А мы Говорим И хотим Дать Определение Экономических Интересов И даже в языке Понятие Экономических Интересов Категория Экономических Интересов Имеет другое Управление Если Я Чем-то Интересуюсь Когда я еще За психологическом Интересе То по отношению К экономическому Интересу Мы говорим Я в этом Заинтересован Или я в этом Не заинтересован Больше Или я в этом Заинтересован Меньше Вот пьяницы Они интересуются Больше всего водкой Хотя они В этом Объективно Не заинтересованы Их личность распадается, а не разлагается. То есть два интереса, один психологический, другой экономический, они в данном случае могут быть противоположны. Так что ж такое экономический интерес? Экономический интерес отвечает на вопрос, что выгодно. Что выгодно? И в какой мере? Что выгодно субъектам производственных экономических отношений? Что выгодно субъектам производственных экономических отношений? Что выгодно, что думают они об этом? Что, так сказать, с точки зрения их сознания выгодно им или нет? Или что им объективно будет? Экономический интерес – это объективная категория, которая характеризует, что объективно выгодно субъектам экономических отношений. Объективно. Силы чего? Чем это определяется? Вот какой человек, что у него в голове, какие у него потребности, какие у него взгляды. Или тем, какое у него экономическое положение. Вот если у меня экономическое положение продавец, что мне выгодно? Подавать. Просто продавать. Мне выгодно продавать подороже. А если я покупатель? Покупайте по дешевле. По дешевле покупать. Если я продавец рабочей силы, поэтому я заинтересован в повышении зарплаты. А если я покупатель вашей рабочей силы? И вы приходите и спрашиваете, Михаил Васильевич, когда вам будет повышена зарплата? Что я вам отвечу? Никогда. Если вы спрашиваете меня как экономического субъекта, надо для этого мне, чтобы узнать, какие у меня интересы, узнать, какая у меня фамилия, как меня зовут, какой у меня ученый зван. Ничего не надо знать для этого. Для этого надо знать, какое я экономическое положение занимаю. Точно так же, скажем. Вот я легко могу выяснить, в чем состоят интересы студентов, не особенно интересуясь биографией этих студентов. Правильно? Я правильно угадал, что студентам выгодно получить добротные, фундаментальные знания и стать специалистом? Правильно угадал? Что это выгодно студентам? Да в этом смысл положения студента. Положение студента в этом и состоит, чтобы получать эти самые знания. И студент в этом объективно заинтересован. А если он не заинтересован, то если он еще студент, то скоро выгонят. Правильно? Нечего он тут делать тогда, если он не хочет познавать. Причем не хочет добывать объективную истину. Пусть я усваиваю. Теперь мы можем с вами записать. Вот обратите внимание, я вам не сразу выпалил определение экономического интереса. А мы сначала так разобрали, что это такое. Уже мы его знаем, понимаем, что это такое. Мы еще не знаем, а полная конкретная формулировка. Точки еще не поставили. Вот я сейчас вам полную формулировку. Там, чтобы можно было ее записать. Экономический интерес. Экономические интересы. Это такая характеристика положения людей. Это такая характеристика положения людей в системе производственных отношений. Это такая характеристика положения людей в системе производственных отношений. которая показывает, что им в силу этого положения объективно выгодно и в какой мере. Еще раз проверяем. Экономические интересы – это такая характеристика положения людей в системе производственных отношений, которая показывает, что им объективно выгодно и в какой мере силы этого положения. Можно это и подробно разворачивать. То есть какие действия или изменения им выгодны и в какой мере в силу того положения, которое они занимают в системе производственных отношений. Представьте себе обыкновенная очередь. Когда человек движется из последнего в первый, меняется его экономическое положение, потому что когда он стоит в конце, он очень заинтересован, чтобы давали понемногу, чтобы ему досталось. Когда он становится в первый, второй, то есть что же я столько стоял два часа, дайте мне вот сто. И он становится добрым, он может кого-то отпустить, он знает, что он попадет. А последний – сердитый и злой, потому что он боится, что он зря простоит, или пройдет полтора часа, и он идет ни с чем. Кого, скажем, если есть очередь на получение жилой площади, кого надо контролировать? Последняя настоящая очередь или первого? С этой точки зрения. Кто бы из лучей контролировать? И всякая очередь, так сказать, сама. Сразу, когда люди подходят, она их как бы говорит, ну ладно, все, давайте оттуда вставайте с конца. Вот это очень важно, очень важно понимать, что такое экономические интересы, потому что ничего, товарищи политологи, в политике понять нельзя, если не выяснять сообщательными разговорами, заявлениями, программами, заявлениями, манифестами, не видеть интересы известных классов, и если не ставить вопрос, кому выгодно. И есть такая работа у Ленина, которая называется «Коль Продест» по-латински, «Кому выгодно», где он прямо эту мысль проводит, что люди будут оставаться глупенькими, жертвами обману и самообману в политике, пока они не научатся различать за всеми этими программами, заявлениями, словами интересы известных классов, и ставить вопрос, кому выгодно. Вот мы не знаем, кто это сделал, кто это совершил, вы можете не узнаете кто, вы лучше спросите, кому это выгодно. Кто это совершил, это дело милиции или полиции, да? Дело следственных органов, а дело политологов, выяснить, кому выгодно это действие. Вот там, значит, теракт, там взрыв. Кому это выгодно? Вы не знаете заказчика, зато вы можете сказать, кому это выгодно из тех, кто находится на экономическом или политическом горизонте. Правильно? Что это в интересах вот этих лиц. Они говорят, нет, это не мы делали, а мы разве говорим, что вы делали. Мы говорим, что вам это выгодно. Но мы не видим, чтобы вы это осуждали. Или мы видим, что вы это осуждаете, но одновременно мы видим, что вам это выгодно. Поэтому ваше осуждение лицемерное. То есть речь идет о том, чтобы в политике копнуть глубже. Поскольку политика есть отношение между классами, и мы с вами записывали определение политики, что политика это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Понятное дело, что если мы углубляемся в экономические интересы, смотрим и изучаем положение классов, выясняем, кому что выгодно, ну тогда мы, можно сказать, владеем политическим подходом. А если мы нахватались каких-то слов про политику и думаем, что мы политики, то это, конечно, ерунда. Политологи это люди, которые знают, что такое политика, и знают, как вести политику, и как различать те или иные политические тенденции, и как их классифицировать, и как их квалифицировать в этом плане. Вот лучшего средства никем не придумано, чем учение о классах, поскольку непосредственно от самого понятия политики вытекает из понятия классов и из понятия классов борьбы. То есть главным для того, чтобы классифицировать, является положение людей, а характеристикой положения этого является экономический интерес. Так что же такое тогда класс? А классы тогда, раз уж мы хотим довести эту классификацию, это просто группа людей в производстве, или по положению в производстве. Все эти разговоры про экономические интересы, про все свернул к очень простой формуле, легко запоминаемой. Классы на классы, люди делятся по положению в производстве. И все. Легко это запомнить? Хотя, это запомнить легко, если вы откроете широко распространенные книжки на эту тему, где, скажем, рассуждения про средний класс, вы увидите, что вот эти рассуждения исходят из того, когда определяют, что такое средний класс, так называемый. Сколько кто получает? Это, на самом деле, в политической экономии, в экономической теории, в теоретической экономии, называется вульгарным подходом. То есть, примерно потому, что я вас бы стал изучать, потому что вы съели, и сегодня на обед. Ну, товарищи, сейчас я хочу вас изучить, расскажите, что вы еще едите, что вы... Из этого я начал бы делать выводы про вас. То же самое это и в политической науке. Если люди начинают какие-то выводы делать по тому, кто сколько денег получает. Это и есть... Это, конечно, важный элемент. Но это очень маленький кусочек из положения человека в производстве. Правильно? То есть, человека рассматривают только как потребителя. Только как потребителя. А ради чего человек потребитель? Он потребитель тоже и, но в последнюю очередь, а прежде всего он производитель, трудящийся. В человеке это животное общественное, трудящиеся, говорящие и разумные. А не просто потребляющие, жующие. Живящие животное это козы. Ничего не пережегают. Трава ядная они. Траву едят, потом нужно ее перетирать. А какие параметры характеризуют положение в производстве? Вот по этому поводу нет лучше определения классов, чем у Ленина в работе «Великий Почелец». А работа, казалось бы, совсем не в этом. В субботнике по ремонту паровозов, когда стала такая проблема перед государством молодым, как разруха, останавливается промышленность, транспорт. И вот субботник. И по этому поводу время размышления. С чем связано? Люди бесплатно идут и делают. Не исходя из своих ближайших интересов. Каких ближайших интересов? Хотелось бы поспать, отдохнуть. А они идут, выходят и чинят эти самые паровозы. Бесплатно, естественно. Для того, чтобы как-то развязать усил, который все, так сказать, не экономика не работает, потому что транспорт не работает. Потому что не поставляют топливо там и так далее. Все вроде завязано в один узел. Надо его разрубить, этот узел. Вот с помощью субботников этот узел пытались разрубить. И там он поднимает много разных вопросов. И что такое диктура польтериата? И что такое классы? И то, что советская власть уничтожила неравенство мужчин и женщин в правовой области. Камня на камне не оставила, а неравенство осталось. Специально. И женщина остается домашней рабыней. Ее привязывает к кухне и к детской. И поэтому пока существует такое неравенство, нельзя говорить о том, чтобы мы приблизились к полному коммунизму. И что у нас ликвидировано социальное неравенство. А смысл коммунизма – это движение к социальному равенству. И только в этом. Больше мы никакого другого равенства не обещаем. Люди всегда будут не равны. Всегда будут не равны. Одни – одни. Но человек – одни глаза в выходы, другие глаза. Если больше, лучше – хорошо, чем все одинаковые. И разные подходы, и разные взгляды, и разные характеры. Но социальное равенство – это то, что может ставиться целью. А не равенство в смысле приравниваемых всех. И вот в этой работе дается классическое определение классов, которое никоим образом не отрицает то определение, которое мы с вами рассмотрели. Общее – это общее определение классов. На классы общество делится по положению производства. Все. А что значит положение производства? Вот. И там Ленин начинает перебирать. Что классы – это большие группы людей, отличающиеся. Первое. Номера я говорю. Ленина там номеров нет. Первое. По месту в исторически определенной системе общественного производства. По месту. Не просто в производстве, а место какое занимается – в деревне или в городе. Вот где они ведут свое? Нанимают место в производстве. Если они в деревне, то они, может быть, крестьяне называются. Если они в городе, они рабочие люди. Если они капиталисты в деревне, они «пол-отдин» называются. Если они капиталисты в городе, они называются «буржуваками». По месту в исторической определенной системе общественного производства, раз. Пароли в общественной организации труда, это очень важно, это различие не преодолено, ни в одной социалистической стране не преодолено, и в Советском Союзе было не преодолено, и очень скоро может быть преодолено. Пароли в общественной организации труда. Одни исполнители, другие руководители. Одни указывают, другие только исполняют. Вот нет уже и КПСНОГО крестьянства, и нет рабовладения, но одни руководят, а другие исполняют. Причем преимущественно одни только и руководят, а другие преимущественно только и исполняют. Различие получается пароли в общественной организации. Не так, что в одном отношении я руковожу, а в другом отношении не вы. Нет, и тут я руковожу, и там я руковожу, и тут слушаете, исполняете, и тут единоначали, и тут единоначали, и тут вам заставляете, и тут обязываете. А вы что? А вы объект тогда, и управление. Предмет. Это второй пункт. Пароли в общественной организации труда. Очень важный. Третий пункт. По отношению к средствам производства. По большей части закрепленному в законах, юридически оформленному. Кто собственник средств производства? Одни собственники, другие не собственники. Важно это делать для понимания положения производства. Вот представьте, каких-то маленьких-маленьких капиталистов, у которых есть два рабочих. И вот они получают прибыльный доход, копейка на руку. И рабочих, квалифицированных, которые получают высокий доход. И вот их раз с комом засунули в средний класс. Получилась ерунда. Лишали божий дар священцам. А они к разным совершенно классам прибежали. Поэтому вот то, что называется средний класс, и вот то, что вы можете встретить в литературе, это каша. Это каша мыслей у тех, кто об этом пишет. И каша с мыслью образования. Вот такие французские, рушазные истории, ерунды были. Написать не могли. Потому что надо по положению в производстве, а тут просто посмотрели, сколько у кого доход. Доход-то разный бывает. Я вот, может, бандит. У меня доход вот такой же, как у вас, а вы, может, трудящийся. И что, у нас в один класс, что ли, по этому поводу? Надо смотреть, откуда этот доход. Как он получается. То есть надо смотреть положение в производстве. А мы три пункта назвали, еще не все. По размерам и способам получения той доли общественного богатства, которое они располагают. Вот возьмите мастера и возьмите рабочего. Рабочие получают заработную плату, а мастера поощряют за экономию фонда заработной платы. Вот разница в способе получения. А доход у них может быть примерно одинаковый. При этом. Сколько получилось? Пять признаков в классе. Пять. Четыре. Как четыре. Четыре. По месту производства. Пять. По месту в строительстве определенных системе общественного производства. По роли общественного производства труда. По отношению к средствам производства. Три. По размерам. Четыре. И способам получения той доли общественного богатства, которое они располагают. И надо мысли различать. Размер. Это одна мысль. А способ получения другая мысль. И другое явление. Это мысли отражает разные явления. Правильно? Пять. Я знаю пять признаков классных. Я знаю пять формаций. Все легко запомнить. Я удивляюсь, почему так вот не могут запомнить такие простые вещи. Все как бы сделано, чтобы можно было запомнить. Но я думаю, мы вот с вами должны это запомнить. И сказать, что мы в этом разобрали. Теперь, можно ли говорить о классах вообще? Или поскольку речь идет о положении в системе общественного производства. А системы общественного производства разные. Значит, классы. И бывают классы вообще. А классы какой-то конкретной общественно-экономической формации. Правильно? Либо надо взять формацию. Первое, быть на общинный коммунизм. И там обнаружится, что там классов нет. Не различается там и по положению производства. Общее, одинаковое положение производства. Общий труд. Общая собственность. Общее распределение. И нет уделения на тех, кто только управляет. И тех, кто подчиняется. Правда? Нет еще жрецов. Нет еще духовных наставников, которые узурпировали общение с Богом. Вот Лев Толстой поспорил, поссорился с церковью. Почему? Я, говорит, буду с Богом общаться без посредника. А вот церковь навязывался как посредник. Это нас знает, как надо общаться с Богом. Вот Христос, Он чудеса делал. А вы делали чудеса, можно сказать? Вот вы-то какие чудеса сделали? Почему я думаю, вам верить? Вот ключом взял и вылетел. Человек. А вы что того вылетели? Почему я думаю, вам верить? У меня так однажды было общение со свидетелями Егова. Мы были на субботнике. И вот пришли и вылетелись с книжками, свидетели Егова. Ну и товарищи направили ко мне. Говорят, вот Михаил Васильевич, он Библию читал. И приходят, и говорят, Михаил Васильевич, правда Библию читал? Я говорю, да. И что? Очень интересная книга. Очень полезно прочитать. Игра, вы кто такие? А мы, говорит, свидетели Егова. Я говорю, вы видели его? Они говорят, нет. Какие же, говорю, свидетели? Вы же свидетели. Но если вы не видели, они в книжке под мышки. Вот обратите внимание, в этом смысле, проработанное общение коммунизма, у него есть отрицательные черты, какие? Очень низкий уровень потребления, очень низкий уровень развития человечества. Ну, есть положительные черты. Может ли поэтому, скажем, первобытный общинный коммунизм быть идеалом человечества? Нет, конечно, потому что это равенство бедности. Но равенство там было. Поэтому следующая, так сказать, формация, это шаг вперед. Какая была формация, которая представляла шаг вперед от первобытного коммунизма? Рабовладельческая. Когда можно было взять и убить человека? Любой рабовладелец мог убить любого раба. Вот такая прогрессивная формация общественно-экономическая. Какие главные классы этого общества? Рабовладельцы и рабы. Один класс. Класс эксплуататоров-рабовладельцы и эксплуатируемый, и ублеченный класс рабов. Рабы и рабовладельцы. Означает ли это, что все рабы осознали свой интерес? Вот Спартак осознал, стал бороться против рабства. Память о нем названа «Команда Спартака». Очень хорошая. А в память рабовладельцев ни одной команды не назвали. Могли бы и назвать. Правда? Вот давайте возьмем эти классы рабовладельческого общества и увидим, чем они отличаются. Вот прямо пойдем по этим пунктам. Какое место занимает в системе общественного производства? Производство было в основном сельскохозяйственное, поэтому в сельском хозяйстве они работали. Виноград собирали. Или занимались полеводством. Под руководством они сами же рабовладельцев руководили, управляющих сделали. Правильно? И вот от этих управляющих ядра владельцев рабы отличались и пароли в общественной организации труда. Какая у рабов была роль в общественной организации труда? Никакая. Никакой у них не было роли. Нулевая. Не их дело заниматься управлением. Это дело более высоких. Правильно? А потом и рабовладельцы решили, что вообще их дело ничем не заниматься и пропало в аварийский строй. То есть совсем они от себя, от всех функций освободили. Это как вот партийные руководители высокие в последней фазе существования Советского Союза. Когда они писать, спичерайтеры пишут. Думать, значит, тоже кто-то думает. А что они себя ставили? Значит, дикторами стали. Групнейшие руководители политические дикторами стали. Плохими причем. Ну, какие-то, какой ли они дикторами? Дорогая Индира Ганди. И рабовладение так вот от этого и разрушилось. От того, что перестали трудиться, а без труда они перестали быть людьми. А раз они перестали быть людьми, то, собственно говоря, час их пробега. Так, значит, поместка в исторической определенной системе общественного производства различий не было. И там, и там. Владельцы, и рабы жили, так сказать, можно сказать. В хорошем, теплом месте, где тут тебе и город, тут тебе и оливковые рощи. В Греции, да, и в Риме. Ну, таких не было же. Городов, которые отделяли человека от природы. Правда? Поэтому, можно сказать, время золотое. В каком-то смысле с точки зрения борьбы за экологию более благоприятной, чем сейчас. Правда? Ушедшее или потерянное время. Так, по отношению к средствам производства. У кого средства производства в собственности? У руководительцев. А? У руководительцев. Более того, сам раб пытается средствам производства. Не считается человеком, считается говорящим орудием. Не считается, и выражением это является возможность его в любой момент убить. Если считает, нужно его владелец, лишить его жизни, это его дело. и это юридически закреплено. Таковы отношения собственности. На что? На все средства производства, включая рабов. По размерам и способам получения той доли общественного богатства, которое не располагает. Но какие размеры? У раба такой размер, чтобы не умер, если он нужен как работник. И все. Все остальное его не касается. Все остальное это прибавочный продукт. Который кто создает? Раб создает. А собственность на прибавочный продукт у кого? Собственность не на прибавочный продукт рабовладельца, у него собственность на все. И на то, что съедает раб. То есть раб съедает то, что находится в собственности рабовладельца. Правильно? Вот ведь картина какая. Сейчас гораздо лучше. Сейчас вы поработали на заводе, вы съедаете свое, вам сколько дали. А то, что вы наработали, это съедает олигархи. Это то, что вы сделали, или это олигархи сделали. Вот эти вот миллиарды, которые есть у олигархов, это кто сделали? Олигархи, они что, на стройке работали? Носилки носили? Я думаю, они сверхурочно работали. Заработали 18 миллиардов долларов. А мы вот не работали с вами сверхурочно на стройке и не заработали. Хотя народная мудрость говорит, что трудов праведных, не наживешь палат в каменных. Значит, не заработали они, а получили много. А чтобы заработать много, это не бывает. Вы знаете кого-нибудь, кто много зарабатывает? Я знаю таких людей, которые много получают. А вот зарабатывают, таких людей нет, кто много зарабатывает. Те люди, которые что-нибудь зарабатывают, зарабатывают гораздо меньше, чем получают те люди, которые вообще не работают. Так? Сейчас. Но это мы забежали вперед. А мы говорим о воробовладении. Сейчас гораздо лучше стало, правда? Как нам хорошо стало жить? Вот вы, допустим, сейчас не скажете что-нибудь не то? Я же вас не убью. Не убью. А? А ведь бывает такое чувство. Спрашиваешь, это что такое? Ну, вот надо держаться. А, ну, не разрешаю. Так, строй же другой. Так, значит, по размерам. По размерам. По размерам отличаются. И способы получения. Вот что даст правовладению рабу из того, что раб создал, то и будет есть. Или носить. А что не даст, то и не будет. Вот и все. Вот и весь способ получения. Никаких возможностей участвовать в распределении нет. У раба, у рабовладельца есть. И вот этот строй в политическом отношении как назывался? Политический строй какой был? В рабовладельческом государстве. Гревний Грецкий. Какой? У вас сейчас людей, как я, демократию присылал. Хороший строй. Если раз демократия, если вот мы с вами баровладельцы, то мы будем большинством решать, как жить быть. А вы проходите. То есть на кого это распространяло демократию? На свободные граждане. Да, на свободные граждане, которые составляли рабовладельцы либо те, которые, так сказать, получилось, что они без рабов пока. Или пока, или уже. Так тоже может получиться. Как сейчас никто и разоряется, становится бомжами. А тут вот как бы бомжи в рабовладельческом обществе. Был рабовладельцем, одного убил, второго убил. Дурак, зачем ты всех рабов-то поубивал? У тебя что получилось? Ты стал свободным гражданином. От чего? От всего свободы. Иди, где-то работай, как хочешь. С одной стороны, ты вроде не раб, свободный гражданин. А кто тебя будет кормить? И кто тебя не будет кормить? Иди, где-нибудь работай. И вот появились там ремесленники. И вот они пошли искать способы, что это за работа. Потеряв источник существования. Пойте, конечно, на левце сейчас. Поним? Ага. Вот такая ситуация. И это вот интересно рассмотреть так. Предраспективно. Что происходило с развитием общества. И в этом смысле вот тот классовый подход, который не столько применяют, сколько больше ругают. А почему ругают? Да потому что они не способны его применить. Допустим, если человек не может пользоваться микроскопом, он хочет им отвернуть шуруп. И вот как не крутит, у него все скользят эти вот стеклышки, скользят по шурупу и скользят. Микроскоп не для этого придуман. Шуруп отворачиваешь. И молоток плохой, когда разогнешь стекло. Лучше возьми другу обычный молоток. Вот этим тоже хорошо забивай. Переходим к еще более прогрессивному строю. Коэдализму. Какие классы основные? Коэдальное общество. Потому что все эти свободные граждане, они составляют очень малый процент. Они не тянут на класс. Почему? Потому что классы это большие группы людей. А это вот большие группы не образуют. Потихонечку появляется все больше ремесленников в городах. Феодальных городах. Все больше. Но они пока классы все равно не образуют. Не потому что это не особая группа. Это особая группа. Классы это большие группы людей. А их мало просто. То есть вот возьмите вы феодалов и возьмите вы крестьян. Вот это действительно класс. Класс. Они различаются по всем этим пяти признакам. Давайте пройдемся по этим признакам. Опять-таки. Где это все происходит? То есть место в строительской определенной системе общественного производства. Вообще говоря, крестьяне работают в деревне. И только в деревне. По крайней мере на начальных этапах. Пока не начинается преобразование этого самого феодального общества в разное. Конечно, крестьяне это класс, который работает в деревне, на селе. Ну а где живет помещик? А где хочет? Он тоже может зайти в деревне. Но помещики не очень увлекались управлением трудом крепостных. Вы знаете таких помещиков, которые сами бы управляли трудом крепостных? Знаете таких? Из книжек, из множественной литературы. Что вот помещица одела и смотрела. Вот надо тут вот так, вот так. Здесь надо сюда, а так посадить. Здесь надо убирать вот так. Видите, вы таких знаете? Уже не встречались. Вам встречались, нет? Олег Толстой. А? Олег Толстой. Олег Толстой отдыхал просто. Он что руководил крестьянам? Он же луком пахал. Луком пахал, но он не руководил крестьянами. Лавки делал. Ну он-то не руководил. Вот он себе. Да ты царь у нас дрова ходил. Проблемы нет. Но он не руководил трудом крестьянам. Эту функцию они передавали кому? Управляющим. Этих управляющих набиралось на класс? Не набиралось. А помещик держались? Помещик, жена, много детей. Они тут на балы ходили. Вот они здесь в Петербурге были, в столичном. Крестьяне были там. В деревне. А летом в деревню приезжали. Там хорошая была усадьба. Там были ягодки, грибочки, рыбки можно было свежие ловить. Там и хороводы крестьяне водили. А помещики были по хвоху. Так что у них разные были функции. Так что по месту вот здесь уже получается, что класс эксплуататоров. Эксплуатируемых не по месту. Настоящее, определенные системы общественного производства отличаются. Правда? А где здесь вот они в системе производства оказывались помещики, если они в городе жили? А так, что на лошадях и на телегах привозили все, что надо из поместья. И яйца, и курочек, и баранчиков, и говядина, и сало, и грибочки, и вареница. И в какой они находились тут в системе производства оказывается? В системе распределения. Вот они, видно, куда им везли. И потребляли. Потребители тоже находятся в системе производствах отношений. Никто не захотел быть помещиком. Ну, хорошо. Помещицей или дочкой помещи. Хорошо. Ходить на балы, думать не надо. На занятия. Ну, он заставляет заниматься тоже, уже как сейчас. Посадят и заставляет. То есть, вот дворянский класс, для того, чтобы обеспечить свое господство политическое, и свою диктатуру, он вообще вставлял всех учиться. Я думаю, что вы были на экскурсии в лицее, знаете как? Муштровали и Пушкина, и его товарищи. Чтобы они выучились как следует. И там поэт стал великий один, а учить стихосложение всех училий. То есть, класс тут готовился к чему? Изначально, с детства готовился к тому, что его роль в общественной организации труда будет какая? Главная. Ну, а крестьяне у них тоже была роль. В общественной организации труда. Вот вы на батюшке не поработали, и там, как хотите, так, там и организовывается. То есть, им разрешалось участвовать в общественной организации труда. Где? У себя, в христианском хозяйстве. На помещичьей земле, правильно? Чтобы ты знал, на чей земле ты работаешь. Я тебе разрешаю, батюшка, отец, помещик, разрешает нам на земле помещичьей вести хозяйство. Пожалуйста, от своего хозяйства развивайтесь, кормитесь, как хотите. Если помрете, ну, что делать, жалко. Так, батюшка придется, и проводит последний путь. По крайней мере, это совершенно не волновало, помещик, выживет, не выживет. Но волновало, поскольку, если вот все у него выживут, вымрут вдруг крестьяне, будет какой помещик? Опять будет свободный гражданин, который уже был период рабовладел. Была демократия при Федерине? А? Не было, это политически стройно, не было демократии. Это мы просто, так сказать, с вами забегаем вперед по поводу того, что такое демократия. Заодно. Это не предмет сейчас осмотреть. Мы сейчас просто классы смотрим. Вот два класса. Катарный класс и класс христиан. Потом это название сохранилось. Но разве в буржуазном строе есть христиане, скажите, пожалуйста, в точном смысле слова? Нет. Или сейчас есть христиане? Нет. А где-нибудь есть? Нигде нет. А почему нет? А почему нет? А почему не феодализм? Вы где-нибудь феодальную сторону сейчас знаете хоть одну? В Заравских Эмиратах там какой строй экономический? Политический там Эмират. Эмир есть. Такая же стройка еще сохраняется. Так бывает, да? Утрость все сгнило или изменилось, а настройка все стоит. Но политический строй какой-то? То есть, простите, пожалуйста, экономический строй какой-то? Экономический строй там давно уже буржуазный, а не феодальный. Таким образом, вот мы прошлись по основным классовым признакам и обнаружили, что крестьяне крепостные и феодалы, и помещики отличаются тоже по всем классообразующим признакам. И хотя много уже было людей свободных, разночинцев, помните потом появились? Разночинцы, они из разных там слоев появились, но свободные граждане, не крепостные. И в связи с появлением этих разночинцев, потом возникло такое явление, как интеллигенты. Люди, люди, которые являются носителями знаний, вышедшие из самых разных слоев. И вот Каутский относил их, кто же называл, классом. И вот Ленин, когда цитировал соответствующие труды Каутского, он как-то не критиковал это. То есть, такое словоупотребление было. Хотя, конечно, большой группой они не образовывают. Большую группу людей, интеллигентцами образовывают. Во-первых, во-вторых, интеллигенты по своему положению служат всегда какому-нибудь классу. Один интеллигент одному классу служит, другой интеллигент другому классу служит. И нету, скажем, ни одной политической партии, в верхушке которой не толклось бы огромное количество интеллигентов. Потому что, конечно, вся верхушка партийная – это один интеллигент. Никакие там они не капиталисты, и никакие не представители других классов. Это, как правило, интеллигенты, но выражающие за деньги интересы того класса, партии которой ввелся эта партия. Это мы опять с вами забежали вперед уже в буржуазный строй, а еще мы, так сказать, закрепили классы феодального общества. Так вот, классы феодального общества – это христианство и феодалы, или помещики, которые отличаются и по месту в исторической определенной системе общественного производства, и по роли в общественной организации труда. Да? Роль их в общественной организации труда такая, что они вызывают управляющего и говорят «мало денег», или «привези мне то-то», «привези мне вот это». А как он будет там руководить и управлять? Это делал управляющий. Если плохо будет управлять, что сделает помещик? Выгонит этого управляющего и наймет другого. Управляющие могли бы быть и крепостными, если толковые крепостные, правда? Могли быть и не крепостными. Со средствами производства все ясно, все средства производства основные у помещиков, но вот какие-то мелкие орудия производства, они уже у христианина были, правильно? У христианина Моглавы своя корова. Моглавы. Коры, утки, гочи, свинья. Это средство производства свинья. Подложить свинью – это значит подложить средству производства. А? Нет? Не сорого, это, конечно, свинья. А свинья что, не средству производства? А сауни проделать, свинья. Когда убивает, она автоматически становится свинью. Слушай, ребята. Средство производства бывает не только мертвое, но и живое. Какое? Накапливает жир. А сауни умрет. А сауни умрет. Если она умрет, то это значит, что средство производства пропало. Переспитывается. Попало. Сало не получится. Ради мяса. Это можно слоить бог. Такая цыпленка, если пропала, курица пропала, что? То же самое. А что является средствами производства? Производство производства говядины. Скажите, пожалуйста. Что? Что вот этот вот кнут, которым вы гоните корову на лук, да? Да. Ну и что там за средство производства? Вот коровы является главным средством производства. Говядины. И молока. И молока. Главное. Убедил? Ну, конечно, свинью жалко. Хорошая была. И она не знала, что ей такая судьба. Барану жалко. Интересно производство баранами. А козлов почему так не берет? Потому что козла отпускает впереди баран, например, с комбинацией, а там дверца такая. Перед тем, как они мясорубь прикладают. Раз. Вот козел. Эту дверцу. Раз. А баран сюда. Раз. Там их сразу ошкуривают. Убивают, ошкуривают. Дальше колбаса. Добавим туда еще всего-всего-всего-всего, чтобы было в два раза больше колбасы, чем мяса. И пускаем колбасу. Это там уже пошли средства производства колбасы. Это другие. Вот эти вам. На самом деле, больше надо уважать эти средства производства, как корова, чем другие средства производства, с помощью которых делают колбасу. Так. В этом вопросе мы разобрались. Значит, собственность на средства производства уже появилась, и у крестьян кое-какая, правда? Саха, например. Саха, разве это средство производства помещищ? Вот может быть, он когда на барщине работает, там уже плугом пашет. А у себя он, Паша, крестьянин, сахой. У него грамли, лопаты, коса. Это чей? Помещи чьи ли его крестьянские? Крестьянские. Здесь тоже появляется зародыш того, чтобы мог возникнуть следующий строй. Потому что появляются уже собственные средства производства. Появляются. А различия большие, потому что основные средства производства, прежде всего, в человеческом хозяйстве. Какое главное средство производства? Скажите, пожалуйста. В человеческом хозяйстве. Земля. Земля, конечно, главное средство производства в человеческом хозяйстве. Размеры и способы получения этой доли общественного богатства, которое они располагают. Ну, кто получает большую долю богатства? Помещики или крестьяне? Вопрос очевиден, да? Зачем крестьяне так много богатств? Тут надо помещикам, надо в Балаху участвовать. Надо вот тут. Вот, можно сказать, помещики строили, все, вот, керуху настроили. Помещики руками крепостных, конечно, строили. Но помещики же строили. Что крестьяне, вот один крестьянин, два крестьянина построили бы. Исаакиевский собор. Вот обратите внимание, что я говорю о таких работах, которых видна и прогрессивная роль феодалок-помещиков, дворян. Они, конечно, эксплуататоры. И они, конечно, получали большую часть привавочных продуктов. Но этот строй феодальный был строем, который тоже развивал производительные силы. И вот до сих пор более красивого города, чем тот город, который построен в период феодализма, сделать никто не может. Потому что и Париж в основном построен, старый Париж. Годы феодализма. во Франции. А я вот один раз был в Париже, и ехали мы и сели на поезде. И пока мы разговариваем, потом смотрим в кручебу. Оказывается, мы подъезжаем к пригородам Парижа. Те же самые такие стандартные дома, стоят много-много в пригороде. И когда входишь уже в самом Париже, видишь, вот такую архитектуру, как вот если бы вышли у нас на 5-5 углах Владимирск. Очень знакомые виды. Сразу видно, он тоже похож Петербург на Париж. Или Париж похож на Петербург. Ну, наверное, правильно говорить, что Петербург на Париж, потому что Париж все-таки более старый город. И видно очень хорошо, что нельзя ходульно применять эти понятия классовые и думать, что если мы обозначили, какой класс эксплуататорский и какой класс гнетеный, мы порешили проблему. Не решили проблему. Потому что всякое общество, всякий способ производства, способ развития производительных сил и условий феодизма, в том числе и благодаря феодалам, феодалам, развивалось общество и развивалось общественное производство. И очень значительно. И таких вот творений, конечно, не было. И все было просто мелкое крестьянское хозяйство у всех, и все. И такой свободный рынок. И что было? Мы были в группу ларьки. Как вот тут. Начали создавать науявы, когда у нас ржа появились. Говорят, у меня свое дело. Какое у тебя дело? 16 колготок надеть, доехать до Польши, там 15 колготок снять и приехать обратно. И еще снова 15 опять надеть. Вот такое мы и делаем. Примерно. Или я как-то приехал в Москву, а там стоят ларки, ларки, ларки. На Красной площади. Молодцы. Ну, сейчас ларки не ставят, сейчас катки ставят. В этом году я был. На Красной площади каток. У нас, значит, каток поставили, там подпиливали уже этих орлов с решетки, которая около Александровичского столпа. Этого мало опыта. Нет, на Красной площади поставили, тоже так, в уголочек, правда, подальше. Это вот мог залеть, а там вот каток. Голубым цветом. Нет больше в Москве места. Кроме как на Красной площади. А у нас сейчас, не говоря уже о том, что пройдите на Дворцово, увидите, что это гараж. Там софтобусы стоят. Но, слава Богу, они в центре. Ну, так вот. А что, если они до исторического места дойдут пешком? 20 метров неплохо, ничего? 200 метров не развалится? Ну, совсем, наверное, люди ослаблены, те, кто едет на машине. Выйдет, уже ноги подкашиваются, и все. Хотя, современный буржуалный строй знает, средства против этого. В Антверпень нас везли, где день нам показывали, в Антверпень. Второй крупнейший город после Брюсселя. Подъезжаем к центру, столбик стоит, а дальше за этим столбиком. Хочешь дальше ехать? 200 долларов, пожалуйста, плати, и вперед. Что-то желающих нету, и все гуляют, машинки стоят, они все гуляют, и центр такой хороший, все пешеходы, все на равных. Никто не показывает, какая у меня большая машина, у кого какая маленькая, и так далее. Все хорошо. Нет проблем. Всего 200 долларов надо. Даже платить не надо. А просто вот надо повесить, что хочешь, поехали, пожалуйста, платим 200. Не хотят. Я не видел ни одной машины. Так гуляли. Вышли потом, сели на машину, и поехали дальше. Мне сегодня нужно было сходить в газету, в редакцию. Я вам докладываю, что это ровно 40 минут вот отсюда, если до пересечения угла Белинского и Литейнии. Никаких трагедий нет. А ехать? 35 минут. И там, вот, взяли все пробки, Дворцовый мост, несли проспект, потом полиции, нам двигаться еще на чем. Может быть и больше. В зависимости от того, какие пробки. Центр, это он маленький, в любом городе. Вот. Поэтому не будем, так сказать, вставать на вульгарную точку зрения, что вот если вот тут есть такие эксплуататоры, то они только эксплуататоры. Нет, они выполняют определенную историческую миссию. то есть они участвуют в организации производства, в организации общественного труда, хотя бы через своих управляющих. И нашли таких управляющих, таких архитекторов, которые почище тех архитекторов и тех управляющих, которые нашла буржуазия. Пока еще буржуазия. Не нашла таких хороших управляющих архитекторов, чтобы сделать более красивые, чем преодоление. Ну, может быть, какие-то отдельные есть вещи. Точно так же, как если мы возьмем, скажем, весь хрущевский период, и что создали, какой дом построить красивый, хоть один. А возьмем там сталинский период, вот, университет на Ленских горах. Красота. А если вечером в Москве выйдешь, вот видны церкви, и с ними очень хорошо согласуются вот где высотки, которые стоят на садовом кальце. Ну, какое чувство красоты надо иметь. Ну, какая красота? Деньги на карманы надо набирать. Какая красота? Сейчас нам хватает быстрее. Миллиарды. И нам хватает. И что? А потом друг друга перестреляет. То есть, каждый строй имеет свои плюсы и свои минусы. А то все свободы здесь. Одни от пищи, другие от денег, третьи от жизни. Все свободы. И случайно говорят, мы вас увольняем, то есть, на волю отпускаем. Представляете, какие я дал? На волю вас отпускаем. То есть, воля, это значит, есть будет нечего. Вот она в чем воля. Ну, вот я думаю, что мы убедились с вами, что по всем пяти признакам крепостные крестьяне отличаются гадалов, дворян. Вообще, не пяти. Ну, переходим к следующему устрою. Поскольку классы, строго говоря, не бывают классами вообще, а классы определенной общественно-экономической формации. Либо это классы крово-логерческой формации, либо это классы гадальной формации, либо это классы буржуазного общества, либо это уничтожающиеся классы, не в том смысле, что люди уничтожаются, а в том смысле, что деление на классы уничтожается. Помнистическая, общественно-экономическая формация на первую фазу. И пока это деление на классы полностью не будет уничтожено, нельзя считать, что состоялся переход в высшую фазу. Правильно? Это все первая фаза. Китай в какой стадии находится сейчас? В переходном периоде коммунизма, в низшейфазе коммунизма или в высшей позиции коммунизма? Китай В низшей фазе не находится. В переходном периоде. Как? Не построен социализм в Китае. Надо различать, товарищи Политовы, социалистическую страну и страну, в которой построен социализм. Россия была социалистической страной С 17-го года обостроил был социализм в России в середине 30-х годов. То есть когда собственность стала... Критерий же у нас есть, формация. Что такое коммунистическая формация? Коммунизм, общий, когда общая собственность, а не было общей собственности. И общий труд, не было общего труда. Как же? Крестьяне только землю разделили. Эсерскую программу реализовали, большевики дали всем землю. И все на радость в секторской стали работать, каждый на своем клочке земли. Какой это коммунизм? О чем говорил? Не похуй. А страна социалистическая, в том смысле, что государство уже социалистическое. То есть оно по своим целям, по своему классовому характеру устремлено в социализм. И это правящее государство. Есть диктатура, поэтому вопрос предрешен. Куда летать? А вот странно-социалистическая ориентация это большой обман. Потому что спросите, кто там в власти? В странах социалистической ориентации был. Допустим, в Сомали. Или в Ливии. Знаете, как Ливия называется полностью? Ливийская, Арабская, Народная, Социалистическая Джамахирея. А Индия? Социалистическая, Светская, Республика и Мурия. Ну, это общая картина. Название, надо сделать такие названия. Приезжайте, я не лечу, дайте долларов, рублей, много, миллиарды. И давали под названием. Могут даже сказать, что мы на новостном социализме. Базируем всю нашу политику. Дайте, чтобы деньги. Ну, это вот мы забежали вперед. Стали говорить об уничтожающихся классах. То есть уже не о классах, в собственном смысле слова. Поскольку это классы той формации, которая сама по себе без классовая формация. Но на таком этапе развития, когда классы еще есть. Вот мы все люди хорошие, но у каждого есть недостатки. Но эти недостатки преодолеваются нами. Какие долго будут преодолеваться? Возможно, до самой смерти. Так что эта картина общая, ничего такого удивительного нет. Так давайте разберемся теперь с ужасным строем. Какие здесь есть большие классы? Можно сказать, основными классами бюджетного строя являются рабочие и капиталисты или буржуа. Давайте пройдемся по классовым признакам и посмотрим, как они отличаются. Отличаются они по месту в исторически определенной системе общественного производства. Ну вот отличаются тогда просто некоторые виды этой буржуазии и виды рабочих. Есть сельские рабочие. Как называются сельские рабочие? Буржуа, ну что ты говоришь. Рабочие деревни как называются? Ферри. Да. Крестьяне. Крестьяне. Крестьяне сословие феодального общества. Класс, феодальное общество, крестьяне. Вы можете их употреблять после того, как вы разберетесь с классами, потом можете снова употреблять слово «крестьяне», имея в виду вот то, что мы разберем. А вообще говоря, для себя сначала надо исключить. Давайте разберемся. Крестьяне не классы в ужасном обществе. В ужасном обществе рабочие и капиталисты. Все. Основные. Вот давайте с этими основными классами. Ну все, нельзя сразу понять. Может вы сразу понять, я не могу. Рабочие деревни как называется? Так и хочется с вас деньги взять и сказать «батераки». Но за деньги, потому что так не говорят. Сейчас же все платное. Батераки. Батераки – это кто такие? Это не ругательство. И просто поисказка. Это сельскоязвестные рабочие. Вот те рабочие, которые из Мексики сейчас приходят в США собирать там апельсины. Или еще какие, сельхозпродукты. Или наши, которые идут в Фринляндию, чтобы собрать там клубнику. Они в «батераки» или нет? «Батераки». Батераки. Батераки. Вот в «батераки» пошел. Я поехал в Фринляндию. Ладно, не рассказывай. В «батераки» я поехал. Там клубника. Да ты сколько? Ну сколько ты съешь этой клубники? Ну съешь – ты килограмм. На этом все закончится. А дальше будет тяжелый труд на фронтку. И опротивить тебе эта клубника на всю жизнь. Я поехал в Америку, что там «прачка» она работает. Но это уже она не «батрачка», а «прачка». Потому что «прачка» и работает в городе. В городе, как правило. Хотя «прачка» может быть и в деревне. Но это не сельскохозяйственный труд. Правда? Так, значит, рабочие. А обычные рабочие городские так и называются – рабочие. И те, и другие, можно сказать, пролетарии. Что такое пролетарии? Это мы переходим, забегаем вперед уже к вопросу о собственности. Пролетарии – это означает лишенный собственности. Правильно? Ну забегаем. Давайте мы по порядку пойдем. У нас второй признак – это роль в общественной организации труда. Какая роль в общественной организации труда у рабочего при бюджетализме? Ну изначально никакой. Если вы сейчас возьмете современную Германию, там есть производственные советы. Вот там обсуждают рабочие в этих производственных советах, их там примерно половина, обсуждают вопрос о том, как лучше организовать производство в интересах фирмы, а тогда улучшится положение этих рабочих. Поэтому какие-то элементы участия в организации труда, конечно, есть. То есть в Японии есть кружки качества. Вот поэтому, так сказать, японские товары, благодаря тому, что рабочих там привлекают к обсуждению того, как сделать качественный продукт, побивают американские в Америке этого нет. Там есть, вот, я скажу, мы вот решили, хозяин решил, управляющий сказал, наверное, же, все, и, так сказать, молчи. В Японии не так, в Японии вообще не увольняют никого. Зачем его увольнять? Вот я вас уволю, а другого найму, а другого же другой уволен, такой же, как я. Какой смысл-то этого меня отнают? Какой смысл? Я-то вот повадку того, кого я хочу уволить-то знаю, знаю, где от него подвоха ждать, а этого я не знаю. Он меня растворит, а вообще мне какой-нибудь станок многомиллионный угробить. Зачем его брать? Это в Японии стараются. Ну, знаете, как в семье. Ну, родился больной ребенок, ну, что так вот в больном выжить, а что делать? В известном смысле патриархальное такое, семейные отношения на производстве сохраняются. В этом есть некое преимущество. Точно так же, как в обществе за них. Ну, куда же им денешь-то? Для инвалидов что-то выбросить должны из-за этого общества? Нет, надо их содержать. Ну, давайте уж содержать какие-то места выделять для инвалидов, для тех, кто плохо работает. В конце концов, как-то надо их воспитывать. Но это тоже на функцию выполнять. И в современных буржуазных государствах, в отличие от России, это в той или иной мере делается. У нас тоже делается. У нас, так сказать, многие, которые сейчас стали буржуи, они только что стали. Вчера они были лаборантами, или были они цветочки, как Чубайс продавали, и были его доцентами в инженерно-экономическом университете. Кандидат в науку, доцент, в инженерно-экономическом университете. А тут вдруг деньги-то не привалили. Взять просто провод на куски, разделить, и с каждого пуска брать деньги. Красота. Уже не генераторы вырабатывали, а генерирующие компании. О, какое открытие сделали физическое. Деньги идут сюда, ток идёт туда. Новые законы физико-экономические. Красота. Так, роль в общественной организации труда. Конечно, всем управляют капиталисты. Но они тоже, как помещики, норовят избавить на топ-менеджеров, которые руководят всем и получают очень большие деньги. Например, в 2007 году члены правления Сбербанка нашего дорогого, куда ваши родители, бабушки, дедушки, сносят денежки, установили себе зарплату вместе с бонусами на уровне 3,7 млн. рублей в месяц по итогам 2007 года. 3,7 млн. рублей в месяц. О чём? Поведала газета «Коммерсант», поскольку её читают в основном сами капиталисты, и я её читаю как буржарный профессор в буржарном университете. Но потом стало хуже. Во-первых, прибавились члены правления, ещё 4 человека. Во-вторых, в экономике стало хуже. Поэтому в 2008 году члены правления Сбербанка ежемесячно получали зарплату плюс бонусы 3,4 млн. рублей. То есть у них в месяц стало выходить на 300 тыс. рублей меньше. Поэтому они все в трассе. Представляете, вы бы стали получать на 300 тыс. рублей в месяц меньше. Как бы нам было здорово. Зато, я скажу, вот есть Сбербанк, и там они всё делают сами, никого это не касается. У них свои положения. Это коммерческий банк. А Центробанк его делал одно. Чего делает Центробанк? Центробанк, это вот, так сказать, государство. Он будет только одно. Ставку рефинансирования установили, было 11% до кризиса. А во время кризиса деньги вот так понадобились. А теперь уже ставка рефинансирования. То есть тот процент, по которому отдаются деньги коммерческим банкам, стал не 11, а 13. Во всём мире довели до нуля 2,5%. А наши герои экономические. И получается 26% получить кредит. Немыслимо. То есть удушает экономику. То есть кризис мог бы начаться и мог бы остаться финансовым. Нет, они его быстро превратили в экономический. То есть кредит получить не может. То есть как получить? Отдать 26%. Можете представить? Кризис под 26%. Где такие производства 26%? То есть вот эта роль в общественной организации труда. Но! Кто организовывает труд в современной России? Кто? Какой класс? Вот я тут кредитовал только что в буржуазии. В буржуазии организовывают. Вам она может нравиться, не нравится, но организовывают. В буржуазии не рабочий класс организовывает сейчас труд в России. Или? Я прав. Кто сейчас организовывает труд в России? В буржуазии. Роль у общественной организации труда у него решающий сейчас в буржуазии. Так вот сейчас сложилось. Сейчас я не говорю о политических моментах. Кто мне нравится, кто мне не нравится, кто хорош, кто плохой. Вот буржуазии выполняет в буржуазном строе свою историческую миссию. В частности, организовывает труд. Через своих менеджеров, через бешеные оплаты этим менеджерам. И рассовывает по карманам все, что получает, не доплачивает. Ну, как вот она по-другому не может. Если я вот так возьму, раз организовывать буду, я должен вас с группой сидеть сюда очищено. Полностью все освобождено. Но зато и вы будете у меня все снать. Но вы свободны. Можете пойти в соседней территории и там наняться. К другому. Так. Отношение к средствам производства. У кого? Средства производства. У кого собственно? Средства производства. Здесь уже это ерунды, такой, как в рефидализме, что если там у христианина еще что-то есть. В основном нет этого. То есть для основного класса, для основного класса производителей, для рабочих нет никаких средств производства. Батрах это свободный от средств производства, от всего и от земли. Все. Чельские рабочие, пролетарии. Ничего нет. Полностью свободный от средств производства. Вам сказали, что будет настоящая свобода? Вот она настоящая, наступила. Никаких средств производства нет. Идите, продавайте, что у вас осталось. Руки. Рабочую силу. Следующий, какой критерий? Размер и способ получения при доле общественного богатства, который располагает. Ну, размер какой? Вот было у Конарковского 40 миллиардов. Сейчас уменьшен сегодня размер. Абрамович есть. Литин есть на третьем месте, у него 17 миллиардов. Собственник трех компаний Порта. Одну половину, 50% зарегистрировал в Дании. Джиск Сталиндустрия компания называется. Его компания. Датская. Как бы он датчанин. А другая половина собственности, это кипрская компания Чупа Лимидер. Ну, почти Чупа Чуп. Кипрская. Еще 50%. Куда прибыль уходит? Скажите, пожалуйста. Из нашего порта. Куда? Сокровь. Да. В Данию или Кипр? И кто там встречает эту прибыль? А тот же он и все. Предприниматели крупных, которые всю прибыль отправляют в офшор. Много? Да почти все. Почти все. Все деньги за рамками зарплаты низкой и за рамками амортизации недостаточно. Выводится сначала прибыль, а прибыль водится с границей. И налоги маленькие платятся, потому что у нас плоская, а не прогрессивная система налогоблажения, как в Америке, как в Англии, как в Франции. Но, а что вы хотите? Это начинающий капитализм. Снова начали. Двозники. Из кого они берутся? Это вот там форт был изобретатель. Кто это у нас изобретатель? Из бандитов есть капиталисты. Из замерклатуры. Из бывших партийных работников. Кто еще? Из кого они еще берутся? Из НТТН. Наш техническое творчество молодежи. Творчество было в том, чтобы купить в одном месте и подать подорожек в другом месте. Спекулянт. Из спекулянтов. Жуликов. Вот Кумарин, например, который сейчас сидит в тюрьме. По ее фамилии Терри Барсуков, когда он стал добропорядочным предпринимателем. То есть он возглавлял тамбовскую группировку. Набрал много денег. Некоторые говорят, заработал. В том числе, многие убиты тамбовской группировке. А как их сохранить? Банк ведь? Банк лопнул. Землю купит. От него свои же могут убить. Что он сделал? Поворот пустил. Он стал капиталистом большим. Вот автобусы ходили, Барсуковские. Предприятия, Барсуковские. И тут его считали авторитетным. Как это сейчас? Вот раньше говорят преступник, а сейчас говорят авторитетный предприниматель. Как будто другие не авторитетные. Авторитетный предприниматель. И вот поэтому московская группа приезжала и взяла. Прямо на разливе. У меня там дача в 10 минутах ходьбы. От Кумариевской дачи я иногда прохожу. Там и дача Кабзона, которая стоит много миллионов долларов. И так далее. Но это, так сказать, то, что я сейчас называю. Это как бы только форма проявления того, о чем мы говорим. А так мы вот разобрали. Но мы с вами не разобрали. И это мы сделаем в следующий раз. Еще есть третий класс. Большая группа людей. Которые вот это все накапливались. Накапливались эти вот свободные граждане со средствами производства. Они крестьяне. И так они и застряли. У них и средства производства есть. И они могут товары производить на рынок. И вот этих людей мы не рассмотрели. Потому что это уже не маленькая группа. Их очень много. И вот эта третья группа, она, конечно, не называется третьей класса. Она называется мелкий буржуа. Вот эта третья группа нами с вами не рассмотрена. И это у нас дело будущего. Продолжение следует.